Слава Христу! Мир вам! Добрый вечер! Слава Христу! Меня зовут Вонин Александр Николаевич, я вам звонил несколько минут назад. У меня вот вопрос. Как вы составляете события и дни? Я вот тоже хочу начать свои события и дни составлять. И попрожить, как сказать, как, вот я каждый день прожил, и я хочу это сопоставить с Библией. Как это можно будет сделать? Может, подскажете? Так, кто-нибудь встань сюда, я кое-что не буду расслышать, чтобы переводить. Ты снимай, я это переводить буду. Не сбей. Так, у нас все записывается и выставляется в интернет. Не против? Не против. Так, вопрос, что, как день составляем или еще? Он хочет тоже. Он хочет тоже. И как я могу свой день прожитый составить, подписать его. Ну, видите, не навязываемо это, но опыт есть. Мы встаем всегда все в 4.40 утра, где бы ни были. В 4.40, но не позже. Но мне приходится раньше ложиться и раньше вставать. А иногда в 3 и добавить полтретьего, потому что я с интернетом пока поставлю, пока разберусь с роликами. Ну, а дальше все встают, сходили на улицу. Ну, мы живем в частном доме. Дальше пришли, в однодвор сходили у нас там, в комнате-то у нас туалета нету. Ну, дальше помылись, лесу вымыли, становимся на молитву. Ну, а молитва утреннее правило. Считаем псалтырное чтение. Утреннее молитвы. И каждый раз, когда уже все просчитали, после этого молимся за 100 поклонов. У меня тоже четко нет, у меня 100 поклонов тоже идет. Ну, первая десятка – это молимся Господу Христу. Вторая – Пресвятой Богородице. Третья – Ангелу Хранителю. Четвертая – Иоанну Крестителю. Николу Чудотворец Мерликийский. Это все пророки, небесная сила, апостолы, евангелисты, мученики, мученицы, святые отцы и святые жены и девы. По 10, 100. Ну, и молимся о своих каких нуждах. Но у меня все разнесено по категориям. Начинаем со свеннослужителей, с архиерея своего, патриарха поминаем. Но мы молимся, молимся и за пап римских. За всех, которых мы знаем, кого Диамида там выбросили, мы за него молимся. После этого молимся за правителей. Ну, правители, начиная с своего Владимира, Путина, Дмитрия. После этого молимся за губернатора Александра, Дональда, теперь Трампа, чтобы... Ну, и перечисляем, которые известны. Рамзан Кадыров у нас, это Чечня есть. И по порядку которых мы близко знаем. Лукашенко, Петр Порошенко на Украине. Ну, и теперь Турция, захваты Мэрдогена и Омана. Всегда поминаем, потому что кое-что знаем и хотим, чтобы был мир. И просим мира Израилю, России, Украине, Сирии, где идет война. И чтобы самим нам... Ну, у меня вот такой... Вопрос такой, я же говорю, вот, я как день прожил, как мне это сопоставить с Библией, посмотреть свои грехи со стороны по Писанию? Ну, по Писанию это все, молитесь за старей начальствующих. Мы это и входим в это, как раз. Послание апостола Павла к Тимофею. Мы делаем это все по Писанию. Весь день. И дальше родных... Помним. Отдельно. Отдельно молимся мы, которые известные просят помолиться, дети там пьют. Пьяные. Ну, и мы по порядку перечисляем, просим Господь, чтобы помог освободил их. Это путешествующих. Он хочет сам делать такое же, такие же хочет составлять видеозаписи, как и мы делаем. Ну, это очень хорошо. Дальше молимся за интернет за нас, чтобы Господь сохранил. И у нас сайт, форум. И кто работает. Я, по-моему. Модераторы. И дальше за изобретателей, которые в этом участвовали. Интернет Тим Бернс, Тимофей. Тимофей, который библейский поисковик сделал, молимся. И кто изобрел вот этот Мартин Купер, это телефоны. То есть они живые, мы молимся, а они нам облегчили жизнь. Дальше всех своих... Вот у меня один... Родных и близких... У меня один случай был. Родных и близких все напоминаем так. Я не пойму, что... Вы тогда слушайте. Я до конца, когда закончу, а то мне трудно. Я пока расспрошу, у нас время тратится зря. Вот. То есть у меня по категориям разбито. Больные. Самые больные, это у нас парализованный Сергей. И которые лежат недвижимые. То есть по степени их тяжести мы их как бы вперед проталкиваем. И кто звонит, мы их всех записываем, молимся за здравие. Но за знакомых, которых не знаем, не верующие, мы не молимся. Молимся за обращение. Это отдельная группа. Чтобы Господь их нашел. Господь их обратил. Открылся им. Ну и вот перечисляем по всем, каким это... Я перечисляю, по каким категориям-то. Вот. Псалтырь уже прочитали мы. После этого молитву Господу Христу Богородице Пресвятой Деве Марии, Ангелу Хранителю. И тогда мы начинаем вот... Родных и близких своих вспоминаем. И когда все это мы прошли, тогда за упокой, за новопредставленных. Ну, у нас широкий круг общения, поэтому и молитва-то бывает, она увеличивается где. Ну, а помолились, да, теперь я уже говорю, что начинаем с 100 поклонов. После этого считается Слово Божие. С толкованием блаженного фифилакта. Каждое утро мы насчитываем. До этого просто считали, а сейчас мы насчитываем для интернета. У нас уже много, больше ста роликов заготовлено. Заготовлено. Мы полностью... Три тома, вот у меня, вы видели, трехтомник? Да, 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 я скачивал, да. Да, по 750 страниц, это большой материал уже. Откровение у нас насчитано, матфея насчитано. И от деяний мы уже дальше прошли, уже второй тимофей идем. Вот. Ну, а после того, как все закончили, вы видели, как мы заканчиваем. Мы молимся, поднимаем руки после этого. Стоим углубиться в молитву, что скажет Господь, почувствовать. Ну и занимаемся в это время, кто завтрак готовит. А мы начинаем с Никитой насчитывать события дня. Это часовая у нас программа, часовой ролик. И два по 30 минут с чем-то, это вот что мы считаем, блажена фефилакта. Ну, после этого ребята собираются, завтракаем мы тут. Завтрак мы показываем, что мы едим. Обязательно у нас просворо, святая вода сначала просворочки и святой воды. А потом у нас один трет морков, тертая морковь. Кто много занимается интернетом, это каротин, он нужен для глаз. Потому что я вот только за 9 лет издал 38 книг за 9 лет. Я в среднем 15-14 часов сижу за компьютером. Больше 30 тысяч часов. Я маленько вижу еще. Ну, еще спрашивают, 77 лет, да где я там был, да где еще со мной было. А вот по-моему уже вылетит. И тогда братья собираются идти. Как кто уходит, мы сразу бросаем все к дверям. Вон там видно наши двери ходят. Кто там у нас ходит? Володя. По одному идут или вместе. Мы сразу молимся. Каждый раз молимся, чтобы прославить Господа, чтобы несчастье не случилось. И выходя на улицу, мы всегда крестимся и говорим, Господи, отрекаясь от сатаны и всех дел его, всей гордыни его, всех ангелов его. Как на крещение. И они выходят, но у меня наружу наблюдение. И они там на улицу выходят, останавливаются, шапки снимают. А они там на улице уже на выходе молятся. А я сижу здесь, я их вижу. Я с ними вместе кланяюсь. Ну, все, теперь я свободен. Ну, а мою пенсионерскую жизнь, что спрашивать? Я иду кормить на улице собак. Голубей лезу, кормлю, воробьев тут. Ну, и все проще. То есть у меня работы хватает. А потом сажусь за компьютер. Много ответов. Приходит. Ну, у меня вот еще такой вопрос. У меня знакомый есть, у него отец выпивает. Я ему сказал, я как понимаю, когда человек в неадекватном состоянии, он начинает выпивший. Он начинает идти разговаривать. Ну, с людьми общаться там, ну как. С трезвым, не с трезвым. Это все говорит о том, что в нем сидит бес. Этот бес хочет заманить других людей, чтобы с ним выпить. А у вас еще трясется экран, фотографию. Как-то закрепите, чтобы не тряслась. Она такая размытая. Да. Она все равно дергается. Наверное, с телефона. Да, да, да. Я же говорю с телефона. Ну, ну, да. Я ему говорю, поговори по описанию, по Библии. Вычисли апостол, по-моему, Петр говорит о пьянстве, если я не ошибаюсь. И попробуй с ним на библейском поговорить. Поговорил по библейски, то есть в интернете нашел статьи, фрагменты стихов. И неделю уже не пьет. То есть каждый бес уже с ним как бы, ну как, от пьянства он отошел. Подождите, подождите. Что у вас так трясется, прямо размытое все? Как-то не сделайте, чтобы не шевелилось. Вот когда малейка останавливается у вас, она все время мотается вот так вот. Где-то поставить или как закрепить бы надо. А то людям... Ну, Писание знать надо. Просто так надурно ты ни к месту, ни к силу, ни к городу скажешь. Надо выпросить у Бога. У Бога выпрашивать надо. То есть нуждаемся мы, мы нищие духом должны быть. Вот у меня спрашивает другой раз, опыт уже, даже не сравнишь, какой у меня опыт. А я не знаю, отвечаю первое слово, я отвечаю, не знаю, почему не молился. Вот они говорят, ну сколько, ну звоните часа через два. А я помолюсь, и мне как бы мысль идет, какое местописание. Я это местописание называю, если совет. А после этого, говорю, ты запиши, и там сходи к батюшке в храм, кто у тебя духовник-то, и посоветуйся с ним. Я какое могу дать, я тебя не знаю, не видел. Но я ему конкретно говорю, вот это место одно или два, просчитай и пойди к священнику. Я перезвоню. Перезвоню сейчас. Что случилось-то у вас? Вы не упали там? Вам слышно меня? Отключилось. Он не больной? Мне кажется, что-то... Он семинарист. А? Он семинарист, судя по всему. Ну, что-то какой-то вид такой непонятный. Ну, понимаешь, семинарист же. Ну, не знаю, сейчас зайдет, он не зайдет, теперь все оторвалось. Ну, как от вопроса отвечать-то? Я не знаю, что ему надо-то. В расписании, то так, что он. Садится батарейка. Ну, все. Теперь два процента. Только... Не подготовлюсь. Две недели. И сначала... Молодец, привет. Теперь только я пишу ему сейчас. Через две недели. И сначала... Спросите, могу ли принять. И хороший скайп, чтобы нашел. И чтобы был хороший скайп. Ну, или сказать, чтобы с компьютера выходил, а не с телефона. Так, оглашенный такой. Так, был хороший компьютер. Хороший компьютер. Без... Без... Этого... Без... Этого... Телефона. Ну, как? Теперь только через две недели. И сначала спросите, могу ли принять. Ну, и все на этом. Убирайте. Еще срочного нет. Гунин. Это у него еще же. Он первый раз зашел.